Не хватило, поэтому еще раз, те, кто только что присоединился, зовут меня Диана Айвалы. Находимся мы на территории отеля Альвадон на Бортвелосгеме, и я хотела вам также показать пляж отеля. Так, пляж отеля, подключайтесь, пожалуйста, в это видео, к сожалению, связь прервалась, потому что только что, пока мы сейчас идем на пляж. Как я уже говорила, Альвадон работает по системе Ультра, все включено, 24 часа в сутки питания, напитки, алкогольные, безалкогольные. По уровню алкоголя Ирина вам только что также сказала, что это хороший импортный алкоголь, за исключением, конечно, премиум класса алкоголя. Но такие бренды, как Chivas Regal, Black Red Label, Водка Абсолют, они входят в концепцию, Бейлис, Беллентайнс, они входят, как правило, в концепцию. Конечно, определенные марки алкоголя мы иногда можем заменять, но, в принципе, уровень алкоголя сохраняется вот на этом уровне заявленном, о котором я вам говорила. Коллеги, смотрите, здесь почему именно хотела показать пляж, потому что в Альвадон на Кемере огромный пляж. Он и глубокий, и в длину 400 метров. То есть, поскольку территория отеля 108 тысяч квадратных метров, соответственно, этот отель обладает большим пляжем. К чему я это все веду? К тому, что, как вы знаете, сейчас ввиду пандемии, вернее, постпандемии, отелям предписано расставлять шезлонги с учетом социальной дистанции, там полутора метров между шезлонгами. Так вот, пляжа этого отеля будет достаточно однозначен для того, чтобы соблюсти эту норму в полном соответствии с требованиями. Как вы видите, сейчас я покажу, пляж готовится к сезону, равняется песок, потому что песок собирается на зимний... Скажем так, на время не сезон уже, на зимний уже как-то язык не поворачивается, потому что мы в конце, в середине летнего сезона. Но на самом деле на зимний сезон, поскольку этот отель закрывается, весь песок собирается, и вот таким вот образом он у нас сохраняется весь зимний сезон, чтобы его в море волной, ветром и так далее не унесло. Пирс на пляже у нас есть, шезлонги у нас на пирсе потом в сезоне, зонтиков нет, но шезлонги есть. Как я уже сказала, здесь у нас расставлены шезлонги, есть у нас зона также, плюс 16 именно на пляжная зона. Подразумевается следующее, есть гости, которые, поскольку мы семейный отель на самом деле, и ориентируемся в основном на семейный отдых. И в сезон у нас действительно в Фуркасте огромное количество детей во всех трех отелях. Кстати, это можно информацию отметить не только здесь, но есть все-таки гости, которые приезжают без деток, и, соответственно, они, возможно, хотят уединиться. Поэтому делаем определенную небольшую зону на пляже шезлонгов для гостей без детей. Она, как правило, у нас перед зоной павильонов. Павильоны, как вы видите, мы сейчас вам показывала, они были перед рестораном. Потом идет зона плюс 16, потом общий пляж уже для гостей наших отелей. Дальше у нас идет общая зона, за общей зоной детская зона. Прямо на пляже находится небольшой детский бассейн. Рубина у него 60 сантиметров, водичка морская, водичка меняется ежедневно. Этот бассейн находится под тентом. Мы сейчас за песком его не видим. Если пройдем дальше, вы сможете его увидеть. И, соответственно, пляж, разделенный на место, который будут свои услуги предоставлять непосредственно после открытия отеля. Вич-бар находится с правой стороны. Вы можете его увидеть непосредственно недалеко от пляжа. Пойдем, может, синючек. Перед нами находится огромный фонтан разноцветный. Включаем его облачную вещь. И сцена, на самом деле, которую мы ставим для проведения концертов. Но в этом году, конечно, неизвестно, что будет пока с концертами, коллеги. Потому что все мы пытаемся каким-то образом реанимироваться. В том плане, что, на самом деле, исполнители, артисты, они, естественно, проживают не в Турции. Поэтому команды их огромные. И их невозможно было сейчас привезти. Как только откроются границы, станет понятно, что будет возможно, а что нет. То есть мы с удовольствием пригласим артистов. Но нужно какое-то определенное время. То есть за информацией относительно концертов мы обязательно эту информацию в самое ближайшее время после открытия отеля с вами этой информацией поделимся. Почему я говорю об этой информации сейчас отдельно? Потому что поступает огромное количество запросов в офис продаж от вас, коллеги, соответственно, от туристов, от гостей. Как уже сказала Ирина, мы сейчас находимся на территории снэк-бара. Снэк-бар у нас, получается, расположен, бич-бар и снэк-бар расположен прямо на пляже, грубо говоря. Работают они с 12 до 18 вечера. Снэк-бар. А бич-бар у нас круглосуточно. Снэк-бар. Очень удачное расположение, на самом деле. И меню снэк-бара, на самом деле, настолько плотное и настолько богатое, что, в принципе, очень многие гости на обед даже стараются и не ходить. Здесь супы, здесь есть макаронные изделия, здесь есть картофель, жареная рыба, есть котлет, есть полноценный обед. Прямо перед нами находится Гюзлеме, которая работает с 12 до 18. Высокий сезон, это с 11, а иногда даже из 10, следите за информацией, обновленной в концепте. Лепешки, турецкие, пожалуйста, здесь. Также я хотела бы еще, коллеги, отметить следующее, что на территории отеля огромное количество вариантов перекусить. Как сказала Ирина, вот Гюзлеме, параллельно снэк-бар, который... Сейчас я начну камеру, вот, на территории которой мы только что были. Также донеры, кумпиры, это вот картошка там запеченная, и много-много, какие-то сандвичи и так далее. Для этого созданы специальные уголки, то есть действительно огромный выбор возможностей перекусить. Здесь пока мы идем как раз таки, чтобы показать место вообще снэк-баров, которые в сезон. Конечно, здесь все в сезон, здесь все красиво, все в цветочках, в столиках и так далее. Сейчас, конечно, приготовление, пожалуйста, эту сносочку я сделала изначально при начале эфира. В начале эфира, пожалуйста, эту ремарочку, конечно... Да, вот у нас модули, получается, сервисные снэк-баров. Здесь вот донер, потом пиде турецкое, вот эти самые гамбургеры. Да, то есть действительно, когда мы приезжаем сюда летом, в основной ресторан идти нам не приходится. Здесь вот, кстати, есть вот эти все вывески. То есть действительно и очень вкусно, и в свободном доступе мороженое для детей. Еще, коллеги, я хотела бы поделиться информацией. Следующая, очень часто поступает вопрос в отношении деток, потому что все-таки мы отель семейный на самом деле. Начнем с того, что я уже говорила, что на территории отеля у нас одновременно отдыхает огромное количество деток. И мы понимаем, что приезжают к нам гости на достаточно продолжительный период, то есть не на 2-3 ночи. И основная головная боль мам – это вопрос, чем накормить ребенка. Так вот, у нас на самом деле в отеле и в Белеке, и в Кимере в летний сезон у нас работает наша женщина-повар, которая готовит на детский стол. То есть у нас постоянно представлены блюда славянской кухни, скажем так. То есть это борщи, пюре, какие-то котлетки, тефтельки, гречневая каша совершенно верно. То есть у нас абсолютно есть все, весь выбор меню, который позволит полноценно накормить деток, особенно для дошкольников. Этот вопрос действительно очень актуален. И вот Ирина не даст соврать, что нареканий по питанию, особенно по детскому, мы, как правило, не получаем. Я вот сколько проехала в этом году, хоть и закрылись границы у нас в марте месяце, но до марта месяца мы достаточно много сделали инфо, не инфо, туры, а рот-шоу. И на программах, на выставках и так далее мы поучаствовали. И вот честно скажу, мне ни одного нарекания по питанию и по детскому в том числе не поступало. Да, кроме этого в главном ресторане предоставляются детские стулья, предоставляется блендер, предоставляется микроволновая печка. Расположение... А вот, смотри, подключилось. Ура! Ура, ура, ура! Подключилось! Включилось? Коллеги, вы меня слышите, я так понимаю, что, потому что включилась опять связь. Сейчас мы с вами как раз-таки находимся на территории амфитеатра, где проходят вечерние шоу-программы. Мини-диско вечерние для самых маленьких наших деток, гостей, проходит тоже здесь, на территории амфитеатра. И раз уж мы начали говорить по детской концепции... Кстати, я не договорила, то есть баночное питание представлено у нас в отеле для самых маленьких деток, блендеры, стерилизаторы бутылочек. А также очень важный вопрос, что во всех номерах есть чайники, кэттелы, поэтому мамочки, которые готовят смеси и так далее, то есть этот вопрос тоже очень актуален и постоянно к нам приходит. Еще вопрос по коляскам. Коллеги, смотрите, очень часто приходит вопрос в сезон, коляски на самом деле во всех трех альвадонах есть, возможность в принципе бесплатного использования тоже есть, но нужно понимать реальность ситуации. Детей много и коляски предоставляются по реальному наличию. То есть получается, если на деске Gestrelation есть коляски, то пришел человек и взял эту коляску, например, на 5 дней, то соответственно в наличии их определенно ограниченное количество, поэтому мы всегда рекомендуем привозить свои коляски, чтобы все-таки гарантировать ее наличие у себя. Сейчас мы с вами продвигаемся к территории мини-клуба. Поскольку я показываю общую территорию, конечно, я хочу показать и мини-клуб, да, потому что есть закрытые помещения, вот они, вот здесь вот у нас закрытые помещения мини-клуба, но, как вы знаете, мини-клуб в этом году будет закрыт, закрытые помещения мини-клуба будут закрыты, однако детские бассейны, мини-диск и так далее, то есть при соблюдении социальной дистанции все эти активити, они будут проводиться, поэтому бассейны детские и водные горки, аквапарки, они точно так же работать будут. Да, еще покажем давай лебедей наших, потому что... А, спа-центр, да, вот сейчас я здесь стану как раз-таки. Это, конечно, визитная карточка альвадона, скажем так, символизирует уже очень, очень многие годы, наверное, эти птицы символизируются с альвадонами у многих, потому что во всех трех альвадонах есть и белые, и черные голуби, голуби-лебеди, вот их потомство, которое недавно у нас появилось на свет. Вопрос поступил тоже, как будет организовано питание для туристов? Коллеги, на самом деле концепция отеля Ультра все включено, как заявлено, так и будет существоваться. Единственное, что шведский стол, да, то есть питание для туристов, это концепция шведского стола, она сохранена будет, но с определенными ограничениями, что я имею в виду. То есть фуршетные модули будут закрыты оргстеклом или определенными стеклянными ограждениями, которые будут предотвращать контакт, прямой контакт туристов с едой. Да, то есть, грубо говоря, турист подойдет к фуршетному модулю, выберет, какое именно блюдо они хотят, и, соответственно, наши повара, они сделают сервис, и таким образом будет происходить обслуживание в системе шведский стол. Но очень часто просто этот вопрос оговаривался и обсуждался, то есть, что вот в Турции будет отменена система «все включено» и так далее. Нет, коллеги, конечно же, система «все включено», «отменено» не будет, точно так же все будет продолжаться. Столы в ресторанах будут расставлены с учетом социальной дистанции, также в обязанности отеля в Минино, естественно, делать замеры температуры гостей, да, как по приезду, то есть до Чекина. Далее в Аль-Вадоне выработаны определенные правила дезинфекции багажа. По поводу мини-клубов, коллеги, только что вопрос поступил. Смотрите, мини-клубы на данный момент предписано, что они будут закрыты. Мини-клуб именно закрытые помещения мини-клуба. Но изменится ли эта информация? Естественно, она может поменяться, как и все, о чем мы сейчас с вами говорим. Потому что, сами понимаете, что в условиях постпандемии отелерам сделано определенное предписание, то есть регламент, согласно которому мы должны будем выстроить свою деятельность, свой оперейшн отеля и так далее. Поэтому основное правило – это, конечно, соблюдение социальной дистанции, повышенная дезинфекция, например, вещей, номеров и так далее. Я вот начала говорить о том, что при заезде в отель весь багаж гостей будет дезинфицироваться определенными распылителями, таким образом поддерживаться форма дезинфекции. Далее, соответственно, после выезда гостей из номера номер также будет полностью проходить санитарную обработку. То есть, опять же, дезинфекция номера будет полная. Там туманное распыление такое. Озонным аппаратом. То есть, эти меры – это новые меры, которые до этого настолько комплексно, возможно, не применялись. Но хочу сказать, что на самом деле отели у нас огромные и до сегодняшнего момента уже нормы. И система работы отелей выработана она годами. На самом деле, коллеги, огромное количество гостей отдыхает в отелях одновременно. Поэтому система дезинфекции, система обучения персонала в этом вопросе, еще раз говорю, она выработана годами и успешно применялась до сегодняшнего момента. Естественно, в условиях именно пандемии вот этого коронавируса и его специфики введены определенные какие-то нормы, о которых я вам говорила. Это социальная дистанция, более глубокая дезинфекция номеров и так далее. Но, в принципе, территория отеля, она как работала, так и будет работать. Так, сейчас я хочу вам также показать. Смотрите, поскольку мини-клуб как таковой, закрытое помещение, мы уже говорили, они будут закрыты, я хочу показать вам огромный аквапарк. Это детский аквапарк интерактивный, который открылся у нас в прошлом году. И, коллеги, хочу здесь сделать ремарку, что на самом деле этот бассейн, он пользуется огромным. Это было огромной популярностью после, вот в прошлом сезоне. И точно такой же бассейн мы построили и в Белеке, да, Альвадона Эксклюзив Белека. Это зимой мы построили точно такой же огромный интерактивный аквапарк. То есть теперь и в Кимере, и в Белеке у нас вот такие вот красивые детские аквапарки. Интерактивный, очень часто задают вопрос, что это такое интерактивное, это означает, что там все движется, льется, выливается, то есть постоянное какое-то движение происходит. С левой стороны у нас находится, кстати, бассейн, который один в Кимере, глубиной двух метров. Полуолимпийский бассейн, он с подогревом не оборудован. Да, то есть основная территория отеля, на самом деле всякое, как бы сообщаются бассейны. И еще хотел сказать, что вот аквапарк, о котором я только что говорила, это новый аквапарк, но старый аквапарк, вот сейчас вот он виден немножечко, я его так приближу, он также сохранен и работает. То есть старый аквапарк мы не демонтировали, да, он также функционирует, то есть мы в дополнение построили. И в Береке, кстати, такая же ситуация с аквапарком. Море, вообще на самом деле действительно территория Альвадонна Кимера действительно просто потрясающая. И вид, конечно, просто суперский на самом деле. Полуолимпийский бассейн, очень часто идут запросы опять же на группы, вот это бассейн 25 метров длиной и 2 метра глубиной, как Ирина только что сказала. В начале сезона очень часто приезжают также группы, да. Смотрите, вопрос по поводу масок, коллеги. На самом деле мы будем предоставлять по необходимости маски гостям, но как такового прямого предписания использования маски на территории отеля для гостей нет. Маски и защита для лица, скажем так, ей должны будут пользоваться обслуживающий персонал, весь персонал отеля, и он будет соблюдаться. Но для гостей непосредственно такого предписания нет. Но маски все равно мы будем выдавать, то есть как бы это уже каждый гость по своему усмотрению, что называется, где сочтет необходимым, нужным, они смогут маски одеть. Сейчас мы хотим показать вам номера шоурума, стандартный, семейный и террас-сьют. Сейчас мы, Ирина, будем показывать террас-сьют. Я тогда переключу камеру, секундочку. Так, номер террас-сьют. На самом деле, как я уже говорила, в Альвадон на World Palace Kimmer, грубо говоря, три категории номеров. Это стандарты, семейный и террас-сьют. И стандарты у нас различаются в зависимости от вида на Land View, Pool View и Sight View. Сейчас мы с вами находимся на территории террас-сьюта, которые состоят из двух комнат. Одна гостиная и спальня. Я попробую камеру перевернуть. Нет, не получится. Да, таких номеров 18. Как я уже говорила только что, это гостиная с мягким уголком. Эти номера оборудованы также у нас кондиционерной системой сплит. То есть, гости по желанию могут регулировать температуру. И спальня, да, то есть, дверь. Входная дверь в спальню. Так, этот номер у нас имеет мраморное покрытие пола. И также у нас есть номера точно такие же с ковровым покрытием пола. Конечно, основная изюминка, на мой взгляд, этих номеров – это терраса и вид террасы. Поскольку эти номера, коллеги, они находятся в торцах всех корпусов, поэтому все эти номера имеет прямой вид на море. То есть, вышел из номера, вот я сейчас стою в дверях балконных номера, и вот такой вот открывается вид на море. Учитывая, что мы на первом этаже, да, Ира? Второй. Терраса огромная, которая, да, по периметру всего номера. То есть, выход из гостиной есть на террасу, и также выход из спальни. Мягкий уголок, столик, шезлонги. То есть, огромная терраса с, повторюсь, красивейшим видом. То есть, все эти номера, они, еще раз говорю, находятся в торцах всех корпусов, шести корпусов, поэтому все они имеют, можно видеть, соседний корпус. То есть, вот они все, таким вот образом оборудованы огромной террасой с прекрасным видом. Так, сейчас мы покажем вам стандарт. А, это у нас что? Это у нас набор чая, кофе и так далее. Соответственно, конечно, для этих номеров, поскольку это сьют, у нас есть вип-концепция, то есть, гест-релейшн, сотрудники гест-релейшна встречают гостей, делают экспресс-чекин для них. Мы предоставляем бесплатно а-ля-карт ресторан, каждый а-ля-карт ресторан по одному разу за время проживания. То есть, определенные сетапы вип и так далее. То есть, по этой информации, в случае запросов, пожалуйста, можно обращаться всегда ко мне. sales.sobachka.alivadona.com, наш мейл-адрес. И я всегда с удовольствием отвечу. Пока мы идем с вами в стандартные номера, здесь вопрос поступил от коллеги, будет ли организована анимация для взрослых. Коллеги, что касается анимации, то есть, дневная анимация, наша команда аниматоров, они в отеле и они работают, поэтому дневная анимация, она будет. Что касается вечерних шоу-программ, поскольку, опять же, это привозные команды, нам нужно какое-то время для того, чтобы понять вообще возможность организации логистики. То есть, эти команды, как только приедут в Турцию, в Анталию на свой сезон, соответственно, они у нас выступать будут. А взрослая анимация дневная, которой занимается наша команда аниматоров, она будет в отеле в полном объеме, начиная уже с открытия, с первого числа. Сейчас я переключу камеру. Коллеги, это у нас, получается, категория номера стандарт твин, да, Ирина, это твины. Номер с ковровым покрытием. Точно так же мы говорили, что есть у нас, как вариант, это номера с плиточным покрытием пола. Площадь номера 35 квадратных метров, это вместе с балконом. Кровати у нас, вот мы сейчас тоже говорили, ширина одной кровати метр, да, то есть... Метр, да, длина 2. Два метра длина, то есть вот так вот, это твин. Дополнительное спальное место, это, то есть, не раскладушка, это полноценный матрас, который с помощью раздвижной системы выезжает из-под основного спального места. Выдвижная кровать. Да, что касается размеров, то она 10 сантиметров... Ну, мы ее покажем сейчас, у нас открыто, да, была? Мы покажем там или можем показать здесь. Я могу показать? Прямо механизм, да. Потому что очень часто, коллеги, поступает вопрос именно о доп-кровати. В Кемере это просто суперрешение, потому что доп-место, оно как полноценная кровать. Сейчас я вот так вот отойду, чтобы было видно. То есть 2 плюс 1, предположим, вот таким вот образом она раскладывается, потом, соответственно... Пополноценная. Да, потом, соответственно, она готовится. И сейчас мы зайдем в следующий номер, там будет френч-кровать, там будет уже готовая доп-кровать. Можно поставить тумбочку, то есть она ездит, она не приперепилена в основной кровати. Можно поставить тумбочку, можно соединить, как желаю. По варианту, да, уже. Таким образом, ванную покажу также в стандартном номере. Это именно ванная и туалет. Плиточное покрытие. Это наш стандартный номер. Это твины были. Сейчас мы покажем еще френч, да, Ирина? Вот это, да? Сейчас включаем. Да, это френч. Это у нас стандартный номер с френч-кроватью. В принципе, оборудование номера такой же, тапочки, да, сумочка, которую мы предоставляем обязательно при всех чекинах. Халаты, тапочки, халаты тоже покажу. Халаты висят в шкафу, то есть стандартные. Да, тапочки только что были здесь. Также мини-бар и набор чая, кофе. Вот кровати, это у нас френч-кровать. И вот готовое спальное место, доп-кровать, выдвижная кровать, которую только что мы с вами в предыдущем номере открыли. Балкон. И вот выход данного корпуса. Это получается выход с видом на море частичным и на основную территорию отеля. Достаточно большой вакуум. Таким вот образом. Мини-бар. Сейчас Ирина тоже открыла мини-бар. Я покажу. Мини-бар у нас бесплатный. Мини-бар у нас пополняется ежедневно бесплатно. Это кола, фанта, спрайт, минеральная вода, обычная водичка и пиво по количеству человек, проживающих в номере. То есть софт и пиво ежедневное пополнение. Так. Ванная точно такая же, как была в предыдущем номере. В наборы входит шампунь, входит кондиционер, входит лосьон, шапочка, входят салфетки гигиенические. Хочу сказать о том, что зубная паста и зубная щетка в наш концерт не входят. Да, мы их предоставляем по запросу, а также в номера типа террас-сьют. Спасибо. Так, закрывайся. А карточка? Пускай, пускай. Хорошо. И сейчас мы покажем еще семейные номера. Это категория. Сразу скажу, что все семейные номера на территории отеля у нас дубликсы. То есть это двухэтажные номера. И... У нас все в корпусах, на четвертых, пятых этажах. Так. То есть, чтобы вы понимали, да, отель состоит из шести корпусов. Первый и третий этажи – это стандарты абсолютно во всех корпусах. Торцевая сторона зданий – это террас-сьюты. И четвертый и пятый этаж всех корпусов – семейные. Это дубликсы, фэмили дубликсы. То есть двухэтажные номера, лестница внутри номера. Сейчас мы покажем, как именно скомплектован этот номер, потому что вопрос очень важный. Именно для семей с детьми. В этом году мы добавили дверку. И у меня было большое количество в виде для безопасности детей, которые проживают на третий этажах. Так, сейчас я включаю камеру. Пожалуйста. То есть сейчас мы с вами заходим в семейный номер. Расположение. То есть маленький коридорчик. Здесь у нас шкаф с сейфом. Сейфы у нас бесплатные. Да, да, да. С сейфы, конечно, бесплатные. Тоже пляжная сумка, тапочки. Дальше у нас вход в родительскую спальню. Хочу сказать, что есть дверь, потому что этот вопрос часто задается. Во всех семейных номерах родительские спальни имеют дверь. Дополнительная спальня предоставлена в виде раскладного кресла. Но раскладывается. Вот это вот кресло раскладывается, потому что, коллеги, у нас на самом деле в ценах есть варианты 4 взрослых и ребенок. То есть каким образом размещается 4 взрослых и ребенок, то есть 2 взрослых и ребенок в родительской спальне, и наверху у нас 2 человека. То есть это могут быть либо 2 взрослых, либо 2 ребенка, но наверху дополнительное место к имеющимся кроватям мы поставить не можем технически. Поэтому эту информацию еще раз я вам покажу. То есть в родительской спальне при заезде 3 взрослых, 2 детей, либо 4 плюс 1, либо 2 взрослых, 3 ребенка. То есть 1 человек, 1 ребенок будет спать на вот этом развяжном кресле, либо на развяжном кресле. Если младенец, то это инфант, но здесь достаточно много мест для того, чтобы поставить детскую кроватку и комфортно отдыхать. Опять же, они имеют ковровое покрытие пола у нас, все семейные номера. Считаем номера, которые расположены в первом и во втором корпусе. Да, и такой же балкон, это у нас в родительской спальне балкон. И сейчас я покажу вам второй этаж. Выходим из родительской спальни опять же в коридорчик, и здесь вот открывается лестница, дверца, о которой Ирина говорила, на второй этаж. Для того, чтобы, если ребенок небольшой, таким вот образом она закрывается. Да, то есть таким образом у нас. На втором этаже у нас две односпальные кровати, одна и вторая. Они не сдвигаются, и сдвинуть их невозможно, коллеги. И, соответственно, поставить доп. место сюда тоже невозможно. Поэтому, как я уже говорила, при бронировании 4 плюс 1, один человек у нас спит в родительской спальне. Здесь у нас, получается, свой санузел. Наверху телевизор, шкаф и окошечко. Также ванная комната есть на первом этаже. Сейчас я вот спустилась. Это, получается, выход из номера. И вот у нас, получается, ванная комната. В принципе, ванная комната такая же, как в стандартном номере. Семейный номер, да, семейные номера все двухэтажные, коллеги, все дубликсы у нас. В принципе, по ценам, если вы посмотрите, в Альвадон на World Palace в Кемере, у нас все семейные номера дубликсы. То есть дубликсы – это двухэтажные номера, именно имеют такую комплектацию. Они все стандартные, потому что в начале видео я говорила, в отеле у нас 6 блоков, и все они параллельно расположены друг к другу. Даже сейчас я вам покажу пятый, шестой корпус. Ну, секундочку. Вот, сейчас мы с вами находимся на стыке двух корпусов. Вот это вот один корпус, а это второй корпус. Поэтому, еще раз говорю, все номера, они абсолютно идентичны во всех корпусах. Была ли реновация номеров? Коллеги, реновация номеров последняя была. Я вам сейчас скажу. На самом деле, кстати, я эту информацию обычно на инфотурах всегда говорю. На вниз, там. Сейчас мы с вами находимся на территории Альвадона World Palace. Это бывший отель PGS Kirish World. Может быть, кто-то его видел, слышал, знает по его прежнему названию. В 2015 году Альвадона, сеть отеля Альвадона выкупила этот отель, и мы присоединили его в свою сеть. Именно вот в 2015 году была проведена реновация номеров. Но реновация номеров – это не такая глобальная, чтобы полностью, например, вычистить весь номер, его заполнить заново. Но заменена, естественно, мебель, текстиль, полностью ковровое покрытие, сантехника и так далее. То есть это все было сделано в 2015 году. Ничего не видно, что имеется в виду. Когда мы открываемся, коллеги, мы открываемся 1-го числа, 1-го июля. 1-го июля. И сейчас у нас как раз-таки ведутся подготовительные работы. Мы сейчас с вами прошлись по территории отеля. Я думаю, вы видели огромное количество, хотя мы старались так сильно не показывать, конечно, именно ремонтные работы, но ремонтных работ нет, подготовительные работы, скажем так. То есть обустройство территории и так далее. То есть все чистится, моется. И 1-го числа мы готовы к принятию гостей. Да, мы открываемся 1-го числа, 1-го июля. Ничего не видно, коллеги. А сейчас видно? Сейчас я подожди одну секундочку. Сейчас мы с вами находимся. Это, скажем так, на самом деле, вот я пользуюсь ситуацией. Подожди, я хотя вот, знаете, очень часто просто к нам поступают вопросы, когда мы продаем кемер, и гости заезжают по смене номеров. Естественно, коллеги, я здесь хочу сделать ремарку. Ирина не даст мне соврать, что во всех трех, на самом деле, альвадонах, вот я уже пятый год работаю, то есть, на мой взгляд, это не так мало, скажу, что у нас фронт-офис-менеджеры и фронт-офис-команды наши, они всегда идут на уступку в вопросах замены номеров по реальной возможности. Поскольку альвадонны в нормальный сезон, естественно, мы сейчас, мы должны, конечно же, стоять на стопе. И стопроцентно, когда заполняемость отеля, естественно, определенный в этот же день, например, поменять номер, возможно, и не удается. Но мы всегда это делаем на следующий день. Если на следующий день нужной категории нету, через день. Но замена номеров всегда происходит. Меня всегда вот интересовал вопрос, когда гости, например, говорят о виде в Кимере. На мой взгляд, коллеги, плохого вида в альвадонах в Кимере нет. Вот я вам сейчас скажу, вот мы сейчас с вами находимся, это пятый корпус, да? Да, это пятый. Это пятый корпус, и смотрите, вот мы сейчас там стоим. Вот, смотрите, это вид, который на горы открывается. То есть на бассейн с белыми ливидями и на горы. То есть посмотрите, какая красота на самом деле, да, вот здесь вот. То есть в альвадонах в Кимере, на мой взгляд, действительно, номеров с плохим видом нет. Безшумные номера. Да, то есть, но в плане именно как такового вида, то есть я не знаю, как можно... Вот это вот вид на горы, просто великолепный, на мой взгляд. Вопрос касательно стандартных номера и номера дублик с разными корпусами или нет. Нет, коллеги, и стандартные номера, и дублик с номером они находятся во всех корпусах. То есть в отеле шесть корпусов перпендикулярно морю. Во всех корпусах у нас первые этажи, это стандарты. Последний этаж, последний этаж, это дубликсы, поскольку они двухэтажные. Соответственно, последние этажи, это дубликсы. В торцах здания у нас террас-сюты, которые мы вам тоже только что показали. Дальше. Вот, это очень важно также. Да, покрытие кварцевый песок. По концепту пользоваться теннисными кортами каждый гость может бесплатно. Подсветка, оборудование и уроки тенниса за дополнительную плату. Да, теннисные корты действительно огромное количество. И особенно в начале сезона, когда еще погода не настолько жаркая, как, например, в июле-августе, идут много запросов на теннисные группы. Имейте в виду, что теннисные корты, вот они расположены как раз-таки сейчас. Это как задник отеля, скажем так. Мы сейчас показываем самый, наверное, плохой вид, который есть в отеле. Да, на самом деле. Вот теннисный корт таким образом у нас выглядит. Ирина, мы что-то упустили? По концепции? По концепции, да. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием. Коллеги, да, на самом деле я даже не заметила, когда с Катей говорили, что там отельеры по 50 минут общаются с вами. Я говорю, ну, наверное, у нас отель еще, в принципе, до конца не подготовлен, поэтому, наверное, мы за полчаса и как бы справимся. Но как бы пролетело 55 минут, я даже не заметила. Поэтому, думаю, что на данном этапе мы, наверное, с вами закончим нашу онлайн-трансляцию. Я надеюсь, что они продолжатся. После открытия отеля мне бы очень хотелось бы показать вам отель, именно когда он уже будет полностью запущен в эксплуатацию. Что касается сертификатов, вот сейчас поступил также вопрос. С 1-го числа, 1-го июля мы открываемся. Этот отель открывается 1-го июля. Альвадона World Palace, Кемер. Сертификаты, коллеги, смотрите, сертификаты выдаются на месяц. Поскольку у нас отель открывается 1-го июля, мы уже заявились на получение сертификата. Если вы зайдете на сайт tga.gov.tr, там есть списки отелей, четко по которым уже заявились на получение сертификата. И эту информацию вы там можете контролировать. То есть Альвадона World Palace, Кемер, мы надеемся, что в самое ближайшее время сертификат получим. И к открытию отеля он у нас будет на руках. То, что мы его получим, я в этом абсолютно не уверена. Но единственное, сколько эта процедура займет времени. Но, как правило, она занимает от недели до двух недель времени. Поэтому к открытию мы успеваем. Спасибо вам большое за внимание. Остаемся на связи. Коллеги, еще хотела сказать, что всего, конечно, рассказать невозможно. У меня подготовлены концепции на русском языке в PDF-формате по всем трем Альвадонам. Можно со мной связаться по мейлу salessobakaalvadona.com, то есть salessobakaalvadona.com. Я с удовольствием вышлю концепции отелей. Расскажу все подробно, все, что и как есть. Поэтому остаемся на связи. Желаю всем хорошего начала сезона и его продолжения. И чтобы мы все с вами встали на ноги как можно скорее. Всего доброго, мы вас любим. Ирина? Всего доброго, хорошего сезона. Всего доброго, коллеги. Коллеги, еще раз до представления.